Привет, я Иван Кузнецов, инструктор по адаптивной физкультуре. В этом видео поговорим про причины, которые приводят к травме отрыва бицепса. Давайте посмотрим фрагмент видео. На видео наблюдаем отрыв дистальной головки бицепса сразу же с двух рук. Чтобы подобного не происходило, в вашей практике давайте разберемся с причинами. Двуглавая мышца плеча имеет две головки, одна из которых берет начало от клеовидного отростка, это короткая головка, а другая от надсуставного бугорка лопатки и верхней губы, это длинная головка. Сухожилие дистального отдела бицепса прикрепляется в углавой бугристости лучевой кости. Сухожилие бицепса является сильным супинатором предплечья и служит слабым сгибателем локтя. Длинная головка сухожилия проксимального отдела бицепса способствует стабильности плечевого сустава. Большинство разрывов бицепса связано именно с длинной головкой. 3% всех разрывов сухожилия бицепса происходит в дистальном отделе, где сухожилие переходит в лучевую бугристость. Разрыв дистального отдела сухожилия бицепса обычно возникает у мужчин среднего возраста после приложения к локтевому суставу эксцентрической разгибающей нагрузки. На видео мы как раз видим данный тип нагрузки. Факторы риска. Возраст. Пожилые люди подвергают свои сухожилия большему износу и разрыву, чем молодые люди. Тяжелые действия над головой. Чрезмерное использование плеча, повторяющиеся травмы от перенапряжения. Может привести к дополнительным травмам плеча, включая тенденит, уши плеча и травмы вращательной манжеты. Наличие любого из этих состояний усиливает нагрузку на сухожилия бицепса, повышая вероятность их ослабления или разрыва. Курение. Употребление никотина может повлиять на питание сухожилия. Кортикостероиды. Связаны с повышенной слабостью мышц и сухожилия. Пол. Чаще встречаются у мужчин. Скорее всего, это связано с профессиональной деятельностью. В этом видео остановлюсь на тендинопатии сухожилия бицепса. Термин тендинопатия является общим обозначением клинических состояний, связанных с чрезмерной нагрузкой на сухожилия и окружающие их ткани. Клинически значимая анатомия. Здоровые сухожилия имеют блестящий белый цвет и фиброэластичную структуру. Тенобласты и теноциты составляют 90-95% клеточных элементов сухожилия. Оставшиеся 5-10% клеточных элементов включают хондроциты, синавиальные клетки, оболочки сухожилия, капиллярные эндотелиальные клетки и глоткомышечные клетки артериол. Потребление кислорода с сухожилиями и связками в 7,5 раз ниже, чем у скелетных мышц. Низкий уровень метаболизма и хорошо развитая анаэробная энергоемкость необходимы для переноски нагрузок и поддержания напряжения в течение длительных периодов времени, снижая риск ишемии и последующего некроза. Однако, низкий уровень метаболизма приводит к медленному заживлению после травмы. На практике реабилитация необходима от 3 месяцев для восстановления и заживления сухожилия. Эпидемиология. Поврежденное сухожилие имеет более высокую скорость ремоделирования матрицы, что приводит к его механической нестабильности и повышенной чувствительности к повреждениям. Результаты гистологических исследований образцов, взятых у пациентов с установленной тендинопотией, показывают либо отсутствие, либо минимально выраженное воспаление. Как правило, они свидетельствуют о пролиферации, потере плотности коллагеновых волокон, увеличении содержания протогликанов и неовосклюризации. Пролиферация – это разостранение ткани за счет активного клеточного деления. Протогликаны образуют промежуточное вещество соединительной ткани, в которое погружены или которым покрыты волокнистые элементы соединительной ткани. Неовосклюризация – это патологическое разрастание сосудов там, где в норме их быть не должно. Другими словами, меняется структура сухожилия, и оно становится менее прочным. Три стадии тендинопотии. Можно выделить три стадии тендинопотии. Стадия номер один – реактивная. Стадия номер два – дистрофия сухожилий. Стадия номер три – дегенеративные изменения. На стадии номер один возможно полное заживление сухожилия. На стадии номер два сухожилия уже не могут адаптироваться к нагрузкам, и возможности к заживлению ограничены, и начинается дезорганизация коллагена, а также нейровосклюризация. На стадии номер три мы имеем то, что имеем – результат на видео. Полный или частичный отрыв. Конечно, далеко не всегда так. Стадия номер три – это дегенерация. Полный дегенерат от сухожилия и возможен полный отрыв. Клиническая картина. Классическим проявлением является усиление боли в области пораженного сухожилия. Обычно боль связана с нагрузкой. При очень ранней тендинопатии боль может присутствовать при начале активности – это синдром разогрева, а затем исчезать во время самой активности, а затем снова появляться при возвращении в нормальное состояние. Если активность длительная или становится более сильной при последующих попытках активности. Пациент обычно способен довольно четко локализовать боль, и на радиостадиях боль описывается как сильная или острая, а иногда как тупая боль, если она присутствует в течение нескольких недель. Как травмируется в зале? Чаще всего тендинопатию можно получить при следующих сценариях. Новичок очень старается и накачивает бицепс. Делает много, часто, большую интенсивность и объем. Человек игнорирует боль в месте крепления сухожилия, продолжает делать через боль. Либо стремительное увеличение нагрузки за короткий промежуток времени. На видео мы видим человека с опытом тренировок и в хорошей физической форме, с нормальной техникой выполнения. Скорее всего, данное упражнение он уже делал и не раз. Он знал, что делает. Но сухожилия бицепса уже прошли все 300 дегенерации, и нужен был лишь повод. Рано или поздно это случилось бы. Профилактика травмы Профилактика данной травмы заключается в двух пунктах. Первый – это планирование тренировочного процесса. И второй – внимательного отношения к жалобам и боли в районе крепления сухожилия. Нет боли, нет результата – это хороший принцип и плохое руководство к действию. Буквально понимать это не нужно. Если у вас или у клиента появляется боль, которая не проходит, меняйте подход. Простой закачкой не обойтись. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Если вы хотите выбрать обучение по ЛФК, переходите на наш сайт по ссылке в описании, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы публикуем много полезной информации по тренировкам и здоровому питанию. Спасибо за внимание и до новых встреч.